В Петербурге происходит очень много всего, но даже это все не влезает в те 12 номеров, которые мы выпускаем в течение года. И было понятно, что традиционно мы освещаем культуру, искусство и так далее, но при этом, допустим, наука в меньшей степени это социальная деятельность, бизнес. Они так или иначе меньше попадают в журнал. И поэтому мы придумали премию, в которой все эти виды человеческой деятельности так или иначе попадут, будут освещены и обязательно номинированы и премированы. Поэтому 7 лет подряд мы анализируем, что происходит в течение года, находим людей, которые на самом деле не всегда всем известны. Несмотря на то, что премия называется «Знаменитые люди Петербурга», понятно, что какие-то дела очень часто остаются за кадром и вне внимания пресса, в том числе даже нас самих, потому что иногда совершенно неожиданные вещи всплывают. И этих людей мы находим, и дела их абсолютно заслуживают всяческого поощрения и внимания. И мы составляем длинные списки, работаем над ними несколько месяцев. И в результате топ-50 – это те 50 человек, которые на взгляд редакции сделали действительно какой-то уникальный прорыв именно в своей области. Когда мы только начинали, это было такое очень яркое время для Петербурга, когда то, что происходило здесь и придумывалось здесь, оно имело значение абсолютно для всей России. Это было время восхода звезды Собчак, это было начало карьеры Ивана Урганта, это было время мощных речитативов Сергея Шнурова. Сейчас так получается, что Петербург стал абсолютно государством в государстве. И, например, те люди, которые стали номинантами в этом году, они, может быть, меньше известны, скажем, в Москве или в регионах. Но, тем не менее, они делают для города то, что, в общем, не делает никто. То есть они двигают этот город куда-то дальше, они его развивают. И, может быть, даже некоторые из них известны больше за рубежом, чем в той же Москве. Мы поступили в этом году чуть более хитро. Мы пригласили в экспертный совет тех людей, с которыми мы сотрудничаем постоянно, к чему мнению мы постоянно прислушиваемся. От галеристки Марины Гисичи до боксера Николаева Алуева. Плюс у нас появился попечительский совет премии, куда вошли тоже наши постоянные советчики. Они помогают нам придумывать и разрабатывать какие-то решения для премии дальнейших лет. То есть это получается как совет старейшин, а совет патриархов. А в этом году совершенно замечательная номинация, которую мы придумали только потому, что нам очень не хватало молодежи среди номинантов. Номинация называется, соответственно, «Времени стартап года». Молодежь сейчас хороша именно тем, что она, может быть, не снимает какие-то фильмы и не пишет какие-то симфонии, а придумывает проекты. Именно эти проекты мы решили отметить. Эта премия городская, она абсолютно домашняя. Не в том смысле, что местечковая, а в том смысле, что мы все друг друга знаем через одного человека. Что, по большому счету, те люди, которые номинированы в премии ТОП-50, они по-домашнему делают что-то для этого города. Никуда не уезжая, не срываясь в Москву, не меняя место жительства, а изобретают наносталь здесь. Или пишут чудесную симфоническую музыку здесь. Мне кажется, что иногда Петербург сам от себя отчаивается, и Петербургу самому кажется, что ничего в городе хорошего не происходит. Это, вероятно, связано с местным климатом, с давлением болот, с вечным снобизмом людей, которые живут и которые сами себя часто в чем-то упрекают. И мне кажется, что премия – это какой-то повод не только даже отблагодарить тех людей, которые в ней номинированы, потому что, в принципе, те люди, понятно, что самодостаточны, и они сами знают о тех достижениях, которые сделали. А дать знать людям, которые в этом городе живут, что в этом городе что-то происходит. Потому что, когда я открываю список людей, принявших участие в премиях прошлых лет, на самом деле меня берет даже какая-то оторопь от того, сколько много всего разного происходило. Вообще, я считаю, что к всему нужно относиться с юмором. Потому что очень часто, конечно, так бывает, что как только объявлены 50 номинантов премии, тот 50, сразу же на редакцию обрушиваются гневные звонки или письма возмущенных читателей, или бывало звонят сами какие-то персонажи, которые говорят, как же мы так не номинированы. Мне кажется, что Петербург мог бы позволить себе относиться с большим юмором, юмором, а не сарказмом, к тому, что происходит в принципе. Нам дико повезло, потому что так совпало, что 27 числа, в день рождения города, открывается летний сад после реконструкции. Лично я каждый день езжу мимо летнего сада, пытаюсь как-то заглянуть в его решетку и посмотреть, что там происходит. Вижу какие-то неимоверные конструкции, которые возводятся. И, честно говоря, церемонию там стоило бы провести только ради того, чтобы посмотреть вообще, что там произошло и что изменилось. Я хочу ко всем обратиться, чтобы заходили на сайт и голосовали, потому что действительно многим людям, совершенно правильно все справедливо сказали, не хватает поддержки со стороны друзей. И чтобы все те, кто зайдут на сайт, внимательно прочитали, кто за что номинирован, послушали музыку, почитали книги, изучили, что такое на настале, что такое русский гигантский тираннозавр. Это тираннозавр. И сделали свой выбор, то есть поддержали этих людей и те дела, которые эти люди, надо сказать, с большой долей самоотдачи совершают. Это во-первых. Во-вторых, призываю всех посмотреть прямую трансляцию премии. Себя хотелось бы пожелать, чтобы люди не стеснялись. И то, что они делают, обязательно присылали и докладывали об этом редакции, потому что мы всегда открыты к любым новостям. И если художники, музыканты, архитекторы, дизайнеры, и в том числе молодые бизнесмены, которые выдумывают какие-то удивительные бизнес-модели, чтобы все они присылали нам или рассказывали о том, что происходит. И поэтому, может быть, в следующем году и во все прочие года премия будет еще более новой для всего города и, может быть, еще более вершающей судьбы этого города. Редактор субтитров А.Семкин